Суп гороховый с копченостями. Горох сушеный, колотый 250 г. Говядина на косточке 700 г. Копченая корейка 200 г. Копченые свиные ребрышки 300 г. Копченая грудинка 200 г. Картофель 250 г. Репчатый лук 100 г. Морковь 100 г. Сладкий перец 1 штука. Пшеничный хлеб 300 г. Масло оливковое 50 г. Чеснок 4 зубчика. Петрушка. Для начала необходимо замочить в воде горох на пару часов, а еще лучше на ночь. Некоторые утверждают, что этого не обязательно делать с горохом. Однако мы все-таки советуем замачивать предварительно горох. Так он будет быстрее разбухать и быстрее готовиться. Пока замачивается горох, давайте приготовим бульон. В кастрюлю с водой закладываем мясо. Ждем, пока вода закипит. И варим еще 2-3 минуты. Отдельно приготовьте еще и кипяток. 3-3,5 литра. После достаем мясо, сливаем воду, моем кастрюлю. Вливаем в чистую кастрюлю приготовленный нами кипяток. Выкладываем туда мясо. Снова доводим до кипения. И делаем медленный огонь. Затем добавляем очищенную и нарезанную на несколько частей морковь. И целую луковицу. Варим примерно 2 часа. До готовности. Все зависит от качества мяса. В итоге должно получиться примерно 2,5 литра чистого бульона. Воду в процессе можно добавлять. По готовности бульона вынимаем из него морковь и лук. И закидываем горох. Варить около часа. Очищаем и нарезаем кубиками картофель. Закладываем его в бульон. Варим 15 минут. Нарезаем кубиками корейку. Разделяем ребрышки. И добавляем все в суп. Солим по вкусу. Нарезаем лук, сладкий перец и морковь. Обжариваем на пустой сковородке нарезанную длинными полосками грудинку. После этого добавляем к ней порезанный лук, морковь и перец. Фассируем на медленном огне несколько минут. Добавляем фассировку в суп. Провариваем еще 15 минут. Вот и все. Наш суп готов. Переходим теперь к приготовлению сухарика. Нарезаем хлеб кубиками. Наливаем в сковородку масло. И когда оно немного разогреется, закидываем в него мелко-мелко порубленный чеснок. А лучше продавленный через пресс. Даем ему пару минут обменяться запахами с маслом. А теперь закидываем нарезанный хлеб. Слегка обжариваем его и выкладываем на противень. Запекаем хлеб в духовке еще 15 минут. Подаем суп с сухариками и мелко нарезанной петрушкой. Проверьте, поверьте, вот такой вкусный и ароматный супчик не оставит никого равнодушным. Особенно требовательных гурманов. Проверьте, пожалуйста,